Так почему Иисус должен был умереть? Мы с вами прочли послание к кремлянам, главу 3 стихи 21-26. В этом отрывке было два ключевых слова. Помните, я просил подчеркнуть их? Искупление и умилостивление. В этом и следующем видеофрагментах я хочу разъяснить вам эти понятия. Начнем с искупления. Искупление. Термин коммерческий. Это слово часто использовали на рынке, в особенности на невольничьем рынке. Во времена Нового Завета слово «искупить» имело несколько дополнительных значений. Первое из них – это «выкупить на невольничьем рынке». «Искупить человека» значило «купить его на рынке рабов». Во втором значении этого слова акцент делался на цене, которую заплатили. То есть не просто «выкупить», а «выкупить», заплатив определенную цену. И третье значение этого слова, в котором оно используется в Новом Завете, «выкупить» – это «выкупить человека», заплатив за него на невольничьем рынке такую высокую цену, чтобы его невозможно было снова продать в рабство. Вот в каком значении это слово используется здесь. Иначе говоря, когда Господь выкупил нас из рабства греха, Он заплатил такую высокую цену, что нам уже нет дороги назад на невольничий рынок. Цена слишком высока. Итак, искупление – это то, что Христос совершил на кресте для людей. Вам пока понятно? Это то, что Он совершил на кресте ради нас. Выкупая нас из рабства греха, Иисус заплатил такую высокую цену, отдал свою жизнь, что нам уже нет дороги назад в рабство. Следующий вопрос. Что означает умилостивление?